Очень часто причиной аварии становится несоблюдение правил дорожного движения. Чтобы как-то дисциплинировать водителей, с 1 сентября увеличены штрафы. 500 рублей теперь это минимальная сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения. Заплатить ее придется водителям, которые забыли документы, не уступили дорогу или совершили запрещенный маневр. За некоторые лихачества на дороге придется выложить круглую сумму, до 50 тысяч рублей сесть на 15 суток или заново сдавать на права. Мои коллеги вышли на улицы города, чтобы узнать, как водители реагируют на ужесточение штрафов и наказаний. Не пристегнули ремень безопасности за рулем, штраф уже 1000 рублей, а не 500 как раньше. Штраф в 1500 рублей ждет водителя, если он не уступил дорогу пешеходу или велосипедисту. В 6 раз увеличился штраф за нарушение правил перевозки детей. За это водитель уже заплатит не 500, а 3000 рублей. За езду в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования по-прежнему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. Но теперь к этому добавится еще и штраф в размере 30 тысяч рублей. А вот за повторное нарушение с правами придется расстаться уже на три года и отдать 50 тысяч рублей. И таких изменений в сторону увеличения штрафов в административном кодексе более 60 пунктов. Большинство опрошенных водителей на удивление положительно отзываются о нововведениях. Реально? За пьянку за рулем, например, это нормально. В принципе, я не то что не приветствую, я категорически против вот этого всего. И хорошие штрафы, может, чему-то научат тех людей. Меньше пить будут. Немножко воспитывают водителей, особенно молодежь. За пьянку и раз поймали, значит, на всю жизнь надо лишить прав. Пьяный водитель – это вообще бомба. Водители признаются, что каждый хоть раз, но правила нарушал. И со стороны других участников дорожного движения постоянно сталкиваются с хамством на дороге. Вот обгоны делают неправильно, нарушают. Ну, как сказать, заезжают на встречную полосу при обгоне. Это очень большое нарушение. Хотя бы начать со школы вождения, вот как они вот ездят. Бывает, вот так смотришь, они лихачат. И сами же вот эти водители, которые учат. Но мне кажется, это заразный пример. Люди так и ездят. Да и смотришь, как некоторые даже госструктуры, как ездят, с блатными номерами. Это же тоже влияет. Тут дело даже не в том, что человек ездит за рулем или не ездит. Те же сам посмотрите на пешеходов. Также выбегают на дорогу, не смотрят по сторонам. Им без разницы. Им сейчас сказали, дали добро, то, что они всегда правы. Но не зря же есть пословица. Пешеход был прав. Надежды на то, что новые штрафы все же улучшат ситуацию на дорогах, есть, говорят автомобилисты. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.